Значит, почему трансценденталисту в Ясадеи, который следует указаниям своего духовного учителя Нарады, смог создать такое возвышенное произведение, каким является Шримен Бхагаваттин? Даже Господь Читане, который был никем иным, как самим Шри Кришны, принял духовного учителя. Более того, Господь Кришна, желая получить образование, также обратился к духовному учителю Сандипани Муни. «Духовный учитель. Духовных учителей имели все ачарии и святые личности мира». «Все ачарии и святые личности мира», — Чулпады пишет. То есть это следует понимать, что воистину святых личностей во всём мире, что подразумевает, что это выходит за рамки одной только ведической культуры, то есть есть какие-то святые личности, которые проповедуют для какой-то категории людей, для патра, то есть уровень сознания которых значительно ниже, чтобы быть способными воспринимать трансцендентное знание ведической культуры, такие как, например, Иисус Христос, он тоже должен был принять духовного учителя. Это подразумевается. К сожалению, это не описывается, и мы не будем глубоко погружаться в эту тему, разбор христианства и его учения, но мы должны понять принцип, что любая личность, которая выступает как духовный учитель для какого-то категории людей, он обязательно перед этим должен сам принять духовного учителя. Шлуппада продолжает. Бхагавадгита Арджуна принял своим духовным учителем Господа Кришну, хотя в подобном формальном признании не было никакой надобности. Таким образом, необходимость принятия духовного учителя не вызывает сомнений. Единственное условие, которое должно быть соблюдено, заключается в том, что это должен быть истинный духовный учитель, то есть учитель, принадлежащий к авторитетной цепи ученической преемственности, которую называют парампорой. Это главное условие, кого необходимо принимать. То есть это уполномоченность человека, чтобы передавать духовные знания, состоит из нескольких составляющих. В первую очередь, он должен обратиться к истинному духовному учителю, его квалификации здесь описано, что он принадлежит к авторитетной цепи ученической преемственности. Мы можем подумать, ну подождите, как духовный учитель должен быть еще? Тадви Геонартам Сагуруме Бабхи Гачхет, Самид Паних Шротрием, Брама Ништам, почему вы это не упоминаете? Но в этом утверждении, на самом деле, все это остальное заключено. То есть принадлежать к авторитетной цепи ученической преемственности, называемой парампорой, это подразумевает необходимым образом. Быть Шротрией, значит хорошо разбираться в священных писаниях и правильно понимать их выводы, Шротрием и Брама Ништам, и демонстрировать это понимание своей глубокой веры. Брама Ништам значит принимать полное прибежище в Верховном Господе, что подразумевает нежелание принимать прибежище в ком-то или в чем-то еще. И все вот эти аспекты включаются необходимым образом, в факт принадлежания к авторитетной цепи ученической преемственности. То есть просто числится, что я когда-то дикшу получил в такой-то парампоре, у такого духовничества. Можем понять, что факт принадлежания к цепи ученической преемственности оценивается на основе следования учения этой цепи ученической преемственности, передачи того же знания, которое эта цепь, эта парампора передает. Не просто один раз, когда-то там я отметился, посидел перед огнем, и теперь я уже авторитетный представитель. Это совсем не так. Это очень важный момент, который необходимо понимать. Здесь также затрагивается важность того, что необходимо смиренно принимать послание предшествующего Ачария независимо от личной квалификации. Личность может быть очень квалифицированной. И Кришна Бхагавадгиди произносит вот этот известный стих То есть какие бы чудесные проявления ты бы не увидел, он обращается к Арджуне в этом мире, они являются лишь частицей проявления моего великолепия. Вот эти вибгути, различные вибгути, они на самом деле отражают изначальные достояния самого Верховного Господа. То есть человек, он может сам по себе быть очень квалифицированным. Квалифицированным, и он может даже быть Шактивеши-аватарой. Шактивеши-аватары — это особым образом уполномоченным живым существом для выполнения какой-то задачи, которая стоит. И, например, «Господи!» 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 они изначально находятся в Кришне. И Кришна, как параматма здесь, в материальном мире, как сверхдуша, беспристрастно относясь ко всем, воздавая должное каждому, кто что заслужил, наделяет некоторых живых существ особым полномочиям на какой-то период времени, в каких-то обстоятельствах. Например, Шилавропада отмечает, что вот в этом Вибгуте, допустим, на вот этом периоде времени обладает Америка. Он говорит, что то, что Америка сейчас доминирует над всеми другими странами, это тоже, как сказать, особое благоволение Бога. Он говорит в философской беседе с Шьяма Сундаром, они обсуждают философию Гегеля. Но он при этом отмечает. Это совсем не значит, что... Ну как же так? Посмотреть, чем Америка занимается в мире и считать это проявлением милости Господа, можно так подумать? Нет. Получить определенные возможности, определенные шакти, определенные вибгути, возможности — это милость Господа. Необходимо просто не забывать, откуда это исходит. Но проблема в том, что в силу своих материальных обусловленностей и привязанностей живое существо... Кто-то микрофон включает. Живое существо забывает об этом, откуда оно получает вот эту квалификацию. И поэтому оно начинает это неправильно использовать. И Шилл Попада тут же в этой же самой беседе говорит, что, например, если глава такого общества, как, например, Америка, будет тот самый печально известный президент Никсон, которого отстранили от президентства, то тогда страна под таким руководством будет утрачивать свое величие. И поэтому очень важна роль лидера, чтобы все это правильным образом направлялось и использовалось. Маиша Лопада дальше говорит, но если распространять сознание Кришны и сделать президента в обществе, сознающим Кришну, то тогда он будет... Тогда такое общество, такая нация будет по-настоящему уполномочена Богом. То есть, видите, здесь есть определенные условия, что даже если определенный задаток изначально может быть, некое благословение, особая милость Бога, но если оно неправильно используется под неправильным руководством, то это очень быстро может разлагаться. Или какое-то время личность может пользоваться этим благом. Вот, например, Дурьодана. Он пользовался как минимум, сколько это, 12 лет и 13-й год, был единоличным императором. То есть это долгое время, на самом деле, когда он был царем. Хотя он по всем параметрам не должен был это делать. Но вот он получил такой вибгуте, но это вибгуте было временным, потому что он был неквалифицированным с точки зрения, он не был преданным Господу. Он враждебно относился к преданным Господу, Пандаву. Поэтому сам факт того, что у человека или у группы людей есть определенные возможности, еще не доказывает, что это является проявлением той милости Господа, которая абсолютным образом может всегда и везде приносить благо. Это отнюдь не так. И вот к чему это такая долгая тирада, мы начали говорить о Шильве Садееве. Несомненно, он обладал таким вибгуте, поскольку, во-первых, он кава, он является полной частью Господа, он обладает определенным могуществом. Но ему, тем не менее, необходимо было вот это направление со стороны духовного учителя. И воспользовавшись этим направлением, руководством, которое дал ему Нарада Муни, он смог создать удивительное, трансцендентное произведение Шримен-бхагаватана. Сам факт того, что у человека есть определенные возможности, говоря вот этим языком, вибгуте налагает на него определенную ответственность. И в первую очередь, самое первое проявление ответственности является то, что человек проявляет разум, и этот разум проявляется через благодарность. В комментарии к 16 главе первой песни Шримен-бхагаватана, в стихах, где Дхарма в форме быка встретил бхуми-деви в форме коровы, и где они с сожалением, с переживанием, на сердце говорят о том, что Верховный Господь покинул землю, вместе с Ним ушли религиозности и так далее, и так далее. Они прославляют Господа и говорят, одно из качеств, которые упоминаются в прославлении Господа, это то, что Господь обладает знанием. И Шиллопопадов в комментариях говорит, что знание можно разделить на пять составляющих. Разум, благодарность, способность учитывать обстоятельства, места, предмета и времени, совершенное знание всего и знание своего Я, то есть трансцендентное знание, не просто материальное знание. И он тут же добавляет, только глупцы не испытывают благодарности к тем, кто делает им добро. И на этой основе того, что неспособность признать источник вот этого Вибхути, которое человек обладает определенными полномочиями, тем самым не испытывая благодарность к источнику вот этого Вибхути, человек тем самым демонстрирует отсутствие знания, он является глупцом. Каким бы формальным познаниями, способностями он не обладал. И именно поэтому вы обратили внимание, что почему Челопопада всегда называл современных материальных атеистических ученых глупцами и негодяями. Вот это объяснение почему. Потому что в силу своего атеизма они не признают участие Верховного Господа в их способности что-то понимать, даже что-то изобретать, так сказать, а по сути дела понимать некоторые вещи, которые уже существуют задолго до них. Вот все это является даром Верховного Господа. И неспособность это признать и испытывать благодарность к этому является проявлением отсутствия знания. Именно поэтому Шелопопада смело их называл глупцы и негодяи. Даже, казалось бы, вот этих материалистичных ученых. Шелопопада проясняет в комментарии в шестом стиху шестой главы вторая песня Шамин Бхагаватана. Господь наделяет свои неотъемлемые частицы определенной властью, чтобы они могли служить ему. Подобно тому, как крупный бизнесмен иногда назначает своего сына на высокий пост в принадлежащей ему компании. Здесь объясняется, ради чего вообще-то Господь наделяет живое существо определенной властью. Цель, чтобы они могли служить ему. И Шелопада приводит пример вот этого сына, которого полномачивается своим отцом, владельцем какой-то компании, тем, что он оказывается на каком-то высоком посту. Но это совсем не означает, что сын должен забываться и не понимать вообще, откуда пришли ему полномочия. Шелопада продолжает, послушный сын никогда не нарушает волю отца и потому живет в мире и согласии с главой семьи своим отцом. Господь отец всех живых существ, поэтому все они, как и подобает послушным сыновьям, должны исполнять все свои обязанности и волю отца. Если люди поймут это, на земле наступит мир и процветание. Таким образом, какой бы возвышенной по умолчанию личности не была, как бы много заранее шлок, мы возвращаемся назад к истории Весадеви и Нарады, что мы сейчас изучаем, но говорим не непосредственно о Весадеве, а в принципе о любом кандидате на то, чтобы духовно прогрессировать. Каким бы образованным человек ни был по умолчанию, может быть, он родился в Индии, он мог родиться в хорошей, настоящей браманической семье и получить хорошее образование и иметь знание шлок, понимать шастры, иметь определенную культуру, знать, как поддерживать чистоту. Но ему обязательно необходимо проявлять вот эту благодарность по отношению к источнику вот этого знания, которым он пользуется для того, чтобы занять такое высокое положение. Он должен практически поступать как вайшнав. Поэтому все браманы ведические времена, настоящие браманы, так или иначе были преданными Господа. Кто-то из них часто был нечистым, бесприместным преданным Господу, но все они обладали достаточной преданностью, чтобы признать верховенство Верховного Господа и увидеть, быть способными разглядеть откуда все их способности, все их возможности, вся их квалификация изначально исходят. И при этом под руководством истинного духовного учителя Ачарии правильно использовать это. Шилупада в комментарии к песне 8 глава 7 стих 787 это как раз тот стих, где Прохладмаградши отвечает Хироника Шипу, спросил у Прохладмаграджа откуда тебе такое могущество, как бы я не пытался тебя убить, я ничего не могу сделать. И Прохладмаградж отвечает, что источник моей силы тот же самый источник, что источник твоего могущества. Вот это известный стих. И Шилупада в комментарии к нему говорит, подобно тому, как большое пламя или маленький огонек получает свое тепло и свет от солнца, все живые существуют большие и маленькие зависят от милости Верховного Господа. От живых существ требуется лишь вручить себя Господу, ибо по природе своей они слуги и сами никогда не смогут стать повелителями. Повелителем можно стать только по милости Высшего Водыки, а не собственными усилиями. Если человек не понимает этого, значит он мудга, тот, кто не отличается разумом. Вот как раз пересечения с тем утверждением, которое Шлупада делает к тому стиху, который мы недавно затронули в беседе Дхармы и Буми Дэви, что благодарность является проявлением разума, способность по достоинству оценить и признать то, что мне что-то дали по милости. Шлупада говорит, если человек не понимает этого, значит он мудга, тот, кто не отличается разумом. Поскольку мудья, ослы не обладают должным пониманием, они не способны предаться верхом Личности Бога. Вот необходимо несколько раз тюкнуть этот момент, потому что у живых существ есть такая склонность, к сожалению, забываться, забываться, откуда им пришли вот эти особые полномочия, особая возможность. И эта забывчивость некая гордость, она проявляется в том, что начинают по сути дела попирать, попирать источник этого могущества, откуда человек получил его. Помните вот эту историю про мышку, которая обратилась к мудрецу, и тот в итоге, желая помочь, сначала сделаю кошкой, потом собакой, потом тигром, и в итоге, когда этот тигр стал поглядывать на самого йоги как источник пищи, то есть уже было наплевать на то, что это был источник благословений и кардинальных изменений в моей жизни, я обрел такое могущество благодаря ему, то мудрец произнес пунар мушика бхава стань же снова мышью, то есть это то, что может произойти с человеком, если он забывается, забывается, и это проявляется в том, что он попирает каким-то образом, пренебрегает или принижает авторитет предшествующего чаря, в нашем случае, Шиллупады. К великому сожалению, в нашей не такой долгой истории уже были несколько случаев, когда были кто-то из учеников Шиллупады, которые занимают какое-то положение саниаси, духовного учителя, позволяли себе сомневаться в словах Шиллупады. Вот Шиллупада, дескать, не совсем правильно здесь говорит, вообще-то это имеется ввиду по-другому, и вообще вот так это не работает. И результат всегда один и тот же. Такие люди сначала их там на Весапуджах прославляли как чистый преданный, который не зашел в материальный мир, который Некунджа Юнора Текелесиды, который там в Кунджах и Некунджах наслаждаются с Радарани и Кришной, созерцая их Трансцендентные Игры. То есть цитистим языком ученики прославляли таких духовных учителей некоторых. Но реальность такова, что позволяя себе таким образом проявлять неблагодарность, переставать в один момент, продолжать принимать авторитет предшествующей Ачария Шлопада, они скатывались вниз и очень серьезно и с большим грохотом. Будучи, допустим, каким-то таким высоким Ачарием, влияющим на несколько там большой регион в мире, допустим, один там поет какие-то там песни в кафе для материалистов где-то там в Америке. Знаете, это очень быстро можно скатиться вниз. То есть каким бы положением, каким бы изначальными полномочиями человек не обладал, он всегда должен помнить, что источник этих полномочий, этих возможностей, этого таланта, этих вообще вибгуте, это Верховный Господь. И я так быстро и легко оказался в этом особенном положении благодаря милости Духовного Учителя, потому что если бы не милость Духовного Учителя, то если бы я оказался бы когда-нибудь, то только в общем порядке, в порядке общей очереди. то есть когда мне положено, благодаря своей богочестивкой армии, я бы там оказался, предположим, кинем-нибудь полубогом, царем или так далее, но это в необозримом будущем вообще не видать такого. Но если человек вдруг был каким-то хиппи, бедняком, каким-то там побирался, и вдруг там встретившись с Ачари уровней Шилпупады, он через какое короткое время, лет через 15, занимает положение Ачари, необходимо всегда понимать, что откуда исходят такие полномочия, и ни в коем случае не позволять себе попирать источник этих полномочий. Иначе это очень плачевно может оказаться, не то, что может, обязательно окажется, и это стопроцентное попадание, лучше даже просто не идти в этом направлении. Какое бы высокое положение ученик не занимал, по милости духовного учителя, он всегда смиренно признает вмешательство своего духовного учителя, по его милости он оказался. Сам Шилпупады смиренно говорил, что духовный учитель подобный отцу, это естественно отеческое состояние сознания у отца, он естественным образом хочет, чтобы его сын стал лучше, чем он. Это часто можно видеть среди родителей, они хотят, что у меня не получилось музыкальную школу закончить, но по крайней мере моя дочь мой сын закончат, или у меня не получилось высшее образование получить, он пусть закончит и так далее. Это естественно родительское абхава, родительское настроение. И таким же настроением обладает духовный учитель, как объясняет Шилпупад. Но когда ученик или сын оказывается в более высоком положении, он ни в коем случае не должен забываться, откуда ему пришло вот эти полномочия. Он всегда должен оставаться в таком смиренном положении. Вообще вся ведическая культура основана с самого начала на том, чтобы на каждом шагу человек признавал свою ничтоженность и всегда был вынужден обращаться к кому-то за помощью. по сути дела вся ведическая культура это полноценная система вымаливания. Вымаливания какого-то милости, каких-то возможностей, каких-то условий, какого-то положения. Это происходит на низких материальных уровнях. Материалисты, следуя процессу кармаканда, они обращаются к полубогам, они вымаливают у них определенные квалификации и благодаря этому могут занять очень высокое положение, несмотря на изначально полное отсутствие квалификации. И даже в недавней истории, относительно недавней, не в какие-то древние ведические времена, относительно недавней истории, есть несколько примеров того, как очень неквалифицированные личности, благодаря тому, что они обращались за таким вибгути к источнику такого вибгути, они обретали его и очень быстро занимали высокое положение. Например, Каледас. Вот слышали такой известный поэт индийской культуры Каледас. Вообще его произведения считаются классикой для того, чтобы человек мог научиться или, по крайней мере, по достоинству оценить качество, глубину и красоту поэзии на санскрите. У него очень совершенным образом написана вся его поэзия. Он написал несколько произведений, одно из них Шакунтала. Шакунтала это дочь Вишвами Примуни и Менаки, очень необычайно прекрасная девушка, которой позднее женился Махараджи Душманты и у которой Махараджи Душманты появился сын Бхараты. Мы сейчас просто в опоре как раз вот эту главу читаем на классах Шиман-Бхагаватам. Так вот, говоря об авторе Калидас, изначально это был совершенно глупый, я даже не побоюсь такого слова совершенно тупой человек, совершенно безмозглый, вот и так вот сказать, если. Однажды он жил в одном царстве и у царя была дочь, она была необычайно образованная, но очень образованная, и отец, как полагается, очень хотел выйти, выдать замуж, но дочь сказала, что дорогой отец, я естественным образом смогу быть женой в духе, что жена, она служит мужу, она занимает подчиненное положение, я смогу выйти замуж за того, кто превосходит меня в знании. И продемонстрировать свои знания к ней приходили очень много разных знатоков, бандитов, даже придворные вот эти министры, но они всегда уходили побежденными. Более того, самим министром вот этим, который там рядом под рукой, им даже сильнее, больнее досталось, что они очень обиделись на то, что их так позорно и публично раскрошили, так сказать, их познание. И они затаили обиду, захотели отомстить ей, вот этой девушке, дочери царя. И однажды один из министров, прогуливаясь где-то, проходил где-то в лесу мимо дерева, и он видел, что на суку сидит человек и пилит сук под собой. И министр, это естественный порыв любого порядочного человека, он говорит, ты что делаешь, ты же сейчас упадешь. И тот, да ладно, ладно, не переживайте, продолжал пилить, и упал. И это на него было такое озарение, такое, он такой, обратился к министру, говорит, о, ты, наверное, трикология, ты смог предсказать, что со мной произойдет, ты, наверное, очень хорошо джиотишу знаешь, или астрологию, и ты смог предвидеть, вот он совершенно не увидел связи между очевидным, что он пилил сук под самим собой, поэтому упал. Тут не нужно быть никаким трикологией и знать будущее, это очевидный факт. Но министр сразу смог оценить, боже мой, какой же он глупец вообще, совершенно, он, даже оказавшись в ситуации, которая должна была бы его научить, он так и не извлек урока, это настолько сильно глупый человек. Вот он подумал, ну что ж, дай-ка я попробую этого человека использовать, чтобы отомстить вот этой девушке, царице, а, простите, царевне. Вот, и он сказал ему, слушай, ты хочешь жениться на царевне? И тот сказал, ну, ну ладно, хорошо, а что надо делать? Тот сказал, я тебя приведу в дворец, но ты не говори ни слова. Знаете, да, шелупы падая в одном из комментариев, Бхагавадгити говорит, дурака можно увидеть, что он дурак, как только он заговорит. И, зная этот же принцип, мунистер сказал, ни в коем случае ничего не говори, просто молчи. Вот, и когда привели его как потенциального кандидата в женихи царевне, царевна начала его, как сказать, проверять. Она, а ее предупредили, что он не разговаривает. И поэтому она, как сказать, чтобы помочь ему понимать, стала жестикулировать. Вот, и она нам его показывает, задает вопрос. Точнее, вот так. И он ей показывает. Вот так. А, она показывает. И он ей показывает. Вот. И, а это ее очень впечатлило. И она подумала, боже мой, какой же он разумный. Он так совершенным образом смог ответить на мои вопросы. Но, что она имела ввиду? Когда она задавала вопрос, в трансцендентном реалиях все едино, вот, она вот этот знак восприняла, как нет, существует разнообразие между живым существом и верховным господом. Это ее очень впечатлило. Она поняла это таким образом. и она сказала, но ведь есть пять материальных элементов или там пять чувств и так далее. Они действуют все по-разному. Вот. И он ответил вот таким образом. На самом деле они служат для одной единственной цели. То есть сама сознание должны служить. И это ее очень сильно впечатлило. Но вот наш герой, вот этот Калейдас, он совсем по-другому это понимал. Он когда царевна ему показала так, он подумал, она собирается не выколоть глаз. И он ей тут а я тебе два глаза выколю. Вот. И она ему показывает, я тебе как сказать дам пощечину. А он а я тебе как сказать кулаком мажу. То есть видите, иногда все-таки нужно какие-то вещи произносить. В общем, он понял все это таким образом. И в итоге они поженились. Но очень скоро царевна уже смогла понять, что это совершенно тупой, совершенно безмозглый человек. И она его просто выгнала. Она его просто выгнала и сказала вообще не приходи, ты вообще очень глупый. А это его очень сильно обидело. Он думал, боже мой, я и так был глупый, так мне еще как сказать все теперь чуть-чуть не штамп поставили на мои глупости. Мне наверное просто нужно утопиться или покончить жить самоубийством. И еще он печальный брел, брел, брел и набрел на храм богини Кали или Дурги. забыл. Вот. И он у него хотело благочестия обратиться к этой богине за помощью от отчаяния. Он стал ей поклоняться, моля ее, я такой глупый, у меня нет разума, я даже не могу правильно выражать свои мысли. Когда я открываю рот, у меня какая-то ерунда звучит. и он поклонялся, поклонялся, ему казалось, ничего не происходит. В один момент он был готов уже, все, я, как сказать, приношу тебе вот этот бесполезный язык, потому что я не могу никак говорить и какой-то глупости говорю. Как только он был готов отрезать, богиня тут же появилась перед ним и дарала ему благословение, что, во-первых, тебе не нужно ничего там резать, все нормально, я довольна твоим поклонением как таковым. И она дараловала ему благословение, что он станет великим поэтом, известным на все времена. Вот, посмотрите, то есть, вот эта культура вымаливания, милости, она даже для таких тупых и бесполезных людей приносит им благо, способна принести благо, если они правильно следуют определенной процедуре. и таковой, в таких условиях было поставлено абсолютно каждый человек, каждый человек в ведической культуре, что человек везде, на каждом шагу напоминался, ему напоминали, что он зависимый, что он зависим в своих возможностях, какие бы полномочия, какие бы вибути он не обладал, он на самом деле должен быть не забывать, не забывать о том, откуда это все пришло и демонстрировать это благодарностью и правильным использованием вот этих вибути, положения, способностей, навыков, таланта. То же самое недавний пример это Панини. Панини является классическим основателем системы санскритской грамматики. Вот Панини в свое время также был очень не то, что нерадивым, он просто очень неспособным учеником был, он прилежание, знаете, вот по советской системе есть поведение прилежания, при прилежании у него было очень хорошее, он старался, но он просто не тянул, он не тянул, и он, естественно, не отличался большим разумом, познаниями, и его одноклассники в Гурукуле постоянно дразнили, задирали, что он какой глупый, и тогда он также под таком же примерно сценарию, сценарию разворачивалось, он отправился на одну из священных гор в Южной Индии, и там стал совершать аскезы и молиться к Господу Шиве, вознося ему молитвы, «О Господь, Шива, ты известен как Ашутоша, который быстро становится удовлетворён теми, кто тебе поклоняется». И довольно скоро Господь Шива явился и дал ему благословение, что то, что он отвердит в знании санскрита, будет считаться классической основой, классикой, на основании на что будут опираться. То есть сейчас, если у любого санскритолога спросить, все знают по Нине. То есть он таким совершенным образом записал всю эту грамматику, все эти правила, что просто, ну, вообще со всех сторон красота. То есть лингвист начнёт читать, он увидит, как вообще совершенным образом. Видите, вот вся эта цивилизация основана на том, что человек ставится в такое положение, что он обязательно должен признавать авторитет, признавать зависимость от источника вот таких способностей и понимать при этом, что каким бы по умолчанию, казалось бы, как мы иногда говорим, по карме. Человек просто, ну, он не молился никому в этой жизни, не вымаливал никаких особых богословений, он просто уже с таким набором пришёл, и это, дескать, его собственные заслуги. То есть он что-то там хорошее делал, сейчас у него там либо богатство, либо красота, либо знания и так далее. Но необходимо понимать, что ему обязательно нужно признавать источник. вот этих вебутий. Таковым является верховный Господь. И в частности преданным необходимо всегда полагаться на Шилу Павпаду во всём, что они делают в преданном служении. Ни в коем случае не пытаться переступить через его голову. Какие-то детали, тонкости можно подстроить таким образом, чтобы ни в коем никаким образом не страдала основа, чтобы принципе не менялись, какие-то детали можно подстроить. Деталь, допустим, Шилпада проповедовал на английском языке, но мы можем проповедовать на русском языке. Но проповедуем то же самое послание. Это деталь, на каком языке проповедуем и так далее. Но ни в коем случае мы не должны думать, что сейчас, дескать, мы лучше знаем, лучше умеем, больше Шилпада допустим нам не дал какие-то там допустим пураны, а мы вот сейчас вот раскопали и нашли что-то большее. И вот теперь обнаруживаем, что Шилпада был неправ. Есть, к сожалению, такие негодяи, которые поначалу числились среди преданных, но при этом обладали такими амбициозными чувствами, хотели занять высокое положение, но так или иначе амбиции, они никогда не идут бок о бок с развитием чистого преданного служения, потому что правильный путь, который нам начертал Шичитанима Апрубу надгнам наджанам надсундарим кавитам ваджагадишшакам рэй. То есть человеку нужно быть готовым найти в себе силы, чтобы отказаться и от богатства надгнам, наджанам, от последователей и надсундарим или окружение красивых женщин, красивых, некрасивых, но в любом случае женское внимание оно, как сказать, ублажает ум мужчины. Так вот, человек должен быть способен найти в себе силы, если вдруг такое в его жизни появляется и уводит его в сторону, следить за тем, чтобы такого не происходило, чтобы он всегда остался верен Шил-Правпады. Я упомянул вот этих негодяев, которые позволяют себе заявлять теперь, которые благодаря Шил-Правпаде ты и вылезли из грязи в князе, как говорится, теперь говорят, что, дескать, вот Мадва-Ачаря, предположим, и вообще все говорят такты, а вас Шил-Правпады, они там очень грязно обращаются к Шил-Правпаде, говорит то-то и то-то. Это высшее проявление очень оскорбительного отношения к Ачаре, который вытянул их из грязного вот этого положения. Поэтому большинство из нас мы находимся в таком низком падшем положении, из которого мы вылезли благодаря Шил-Правпаде. Но даже если человек, с чего мы начали говорить, находился в очень высоком положении, Ясадева, он был калой, то есть полной части Верховного Господа. Но он специально, как Шил-Правпаде говорит, ему не нужно было влияние духовного учителя, он же сам обладал полным знанием. Но он, тем не менее, решил добровольно действовать таким образом. Почему? Чтобы преподать урок всем другим живым существам. Он это делал не как необходимое условие для своего дальнейшего духовного прогресса, он уже на духовном уровне полумолчания находится, как полная часть Верховного Господа. А что касательно нас самих, мы, не обладая такими изначальными задатками, мы являемся всего лишь маленькими частицами Господа, мы не являемся ни Калой, ни Амшей, ни Аватарой, поэтому нам не на что опереться в своем способности как-то мыслить, решать независимо. Поэтому преданный всегда должен находиться в таком смиренном состоянии сознания, которое будет демонстрироваться тем, что он несет наставление шиловопада на своей голове, бережно несет и передает следующим искренним последователям. Я хотел бы здесь закончить. Есть ли какие-то вопросы, комментарии или дополнения? Позвольте, пожалуйста, вопрос задать? Да. Вы несколько раз упомянули о том, что нежелание следовать наставлениям в Ачаре является проявлением зависти, в том числе зачастую это проявление зависти выражается словами места, время, обстоятельства. Но также вы процитировали шлоку, где говорится, что неспособность различить место и время является отсутствием знания. Как правильно понять, чтобы не было возможности здесь спекулировать? сейчас я открою снова что я процитировал. То есть 14 качества или знания можно разделить на 5 составляющих. Это разум, то есть это изначально задаток человека быстро и правильно воспринимать знания, какую-то информацию и правильно его оценивать, анализировать. Это разум. Благодарность, про что Шилпадак сказал, только глупцы не испытывают благодарности к тем, кто делает им добро. Способность учитывать обстоятельства, место, предметы и времени. То есть знания проявляются не просто способности что-то там процитировать или знания много шлок, но знать при этом, как все это применить в конкретном месте, в конкретное время и конкретной личности. То есть Шилпадак, говоря, допустим, о необходимости цитировать, у меня есть целая подборка, вы, наверное, все видели ее, подборка о важности ссылаться на шастер, шастер-праманов. И в конце этой подборки в PDF-файле Шилпадак говорит, что если есть люди, которые просто не признают ведические писания, поэтому там хоть зацитируйся, но им это никак не впечатлить, не впечатлить. Тогда необходимо объяснить то же самое знание, но просто на уровне здравого смысла и логики. Вот это означает принятие учитывания времени, в какое я проповедую, то есть в Кали-югу, плюс еще, допустим, я проповедую во время военных действий, да, то есть о какой-то счастливой, размеренной семейной жизни будет неуместно проповедовать во время боевых действий, где-то там в Чечне или где-то в Югославии, понимаете, да, учитывая время, что сейчас происходит, к чему, на что сознание больше сейчас, чем обеспокоены, где живое существо ищет ответы на вопросы, то есть знание человека, оно проявится в том, что он способен будет различить, на что направлены чаяния и переживания такого человека и дать духовное решение материальным проблемам, это вот, знаете, уже постоянно на слуху и иногда даже набивает оскомину, но необходимо обладать таким вот способностью увидеть, в чем материальная проблема и дать духовное решение, и также смотреть за квалификацией человека, что он сможет услышать, что он сможет понять, для него, допустим, он христианин, Шилпада особо не цитировал из Багавадгиты так сильно, потому что те могут сказать, ну вот вы цитируете из Багавадгиты, а вот наше Писание Библии говорит так-то и так-то, поэтому вопрос местоедения, он постоянно говорит, здесь вопрос не священных Писаний, это вопрос здравого смысла, он объяснял им, что вы чувствуете корова чувствует, вы испытываете радость, она испытывает, если вас уколоть, вы испытаете боль, ее уколоть, она испытывает боль и так далее, почему же вы считаете, что у вас есть душа, а у нее нет, то есть используя здоровый смысл и логику, совершенное знание всего, это четвертый аспект того, что такое знание, совершенное знание всего, то есть ясмин вигиаты сарвам эвам вигиат мхава ти, вот это Кадху Панишат говорит, тот, кто постиг верховную личность Господа обладает знанием обо всем, совершенное знание всего означает знание, какое положение это занимает в общей совокупности энергии верховного Господа, для чего это предназначено, какое свабхавое оно обладает, для чего оно было создано, для каких целей, понимаете, и как это правильно использовать, это назначается совершенно знание всего, и знание свое я, это не ограничено только лишь материальным знанием но и обязательно должен быть трансцендентное знание вот так вот человек который испытывает зависть своему духовному учителю и тем самым это демонстрируется в том что он проповедует по-другому не расставляет те же самые акценты которые расставляют на наша наша чарим наши парампы в частности шиллопады вот он тем самым признает проявлять зависть он считает что почему он почему его мнение я должен принимать а я вот считаю по-другому и тем самым это является проявлением зависти и поскольку а чария является освобожденной личностью он по умолчанию обладает этим видением времени места и обстоятельства то любое другое мнение отличное отмене а чария является худшим спасла худшие способности видеть понимать время место и обстоятельства а зачастую это все строится к полному отсутствие неспособности понимать время место и обстоятельства поэтому если мы хотим действительно также понимать время место и обстоятельства нам просто нужно принять и готовую объяснение готовая методология как подходить к этому ту который дал им шилл группа это самый безопасный путь не ответил на ваш вопрос да спасибо очень полный ответ очень рад всех видеть спасибо большое что не вала бхапрабу за то что находите время если будет возможность следующую субботу будем сейчас послушать если нет никаких вопросов тогда с вашего позволения закончил гарантара чим и бхагаватым ки чая